Ты звезда? То иди нафиг в свой Днепро! Не трогай! Иди! Не, я пришла, не брать мужик. Звони в полицию. Я за полицию. Отойди сейчас, отойди. Вызову. Я все снимаю. Мову выучи державную, ты. Я могу вильно разговаривать украинскую, я буду разговаривать той мовы, якую хочу. Ты творюка, державную мову выучить. Добрый день, друзья, не добрый день, нет, другим. Вот это еще одно видео из Львова подъехало. Мужик напал на своих соотечественниц, украинок из Днепра. Потому что они разговаривали между собой на русском языке. Я напомню про Лию Афиджакову, оставлю в описании ссылку на сюжет. Где она с восторгом разговаривала, как ее в свое время в этом же Львове чуть не убили за то, что она разговаривала по-русски. За ней там гнался мужик с кнутом. У нее это вызвало неописуемый восторг. Свобода по-украински разговаривает тильки на мове. Не могу в очередной раз не напомнить разговор с Олегом Скрипкой, рок-иконой украинской. Он мне объяснял, что вопрос языка очень важен на Украине. Если ты приезжаешь на Украину, ты должен петь на мове. Да, здесь есть такая присказка, что комментировать только портит. Но вот не удержался я от комментариев. Сегодня будет несколько эмоционального видео, потому что оно уже накипело в самом деле. Хочу передать привет Виткарсонской, Запорейской, Харьковской, Киевской областей Захидней Украины. Личнее от всех тех, кто говорит на русском языке. Хочу выразить вам отдельную благодарность за ваше понимание, что сейчас ни время и ни место начатой украинской мовы людей. Дякую вам за цену. Также спасибо вам за то, что не накручиваете цены за жилье. Ведь вы же опять-таки с пониманием относитесь к тому, что мы приезжаем к вам не на отдых, не развеяться, не для того, чтобы полюбоваться вашими пейзажами, архитектурой. Люди бегут от войны, бегут от бесконечного количества ракет, которые пролетают над головами ежедневно. Вы же это понимаете? Или не понимаете? Знаете, уже вопрос украинской мовы зашел до маразма. Сегодня мне звонит моя подруга, она сейчас находится во Львове, хотя сама харьковчанка, и человек чуть ли не в слезах. Она вышла со своим ребенком в парк на детскую площадку. И ее девочка пошла играться с детками. И я кэс, выбросила меня чу-вырло, перешла до Нэри, пацюк я кэс, и каже, а чё хоть ты разбавляешься на российской мове? Моя мама мне сказала, что через таких, як ты, Путин пришел до нас с виною. Вы серьезно? Вы это учите своих детей? Или вы сами в это поверили уже? У меня нет никакого ни понимания, ни объяснения вашим действиям, шановни наши, спевичизники. Вы, дорогие мои, даже пороха не нюхали. Даже представьте себе на громулечку, не можете то, что пережили наши люди. Вот это то, что вы смотрели в телефончик, там по экрану телевизора, это все фигня. Пережить этот ужас, это надо такие силы иметь. А вы сейчас еще будете учить украинскую мову. А вы тут еще будете сдирать последнюю шкуру, извините меня, в то время, как Европа предоставляет жилье бесплатно. У нас очень плохой еще один аспект в ментальности. Это оборонный аспект. Оборонный. Как мы работаем с российской мовой? Мы хотим, что? Кордон поставить, мовный, чтобы просто ничего сюда не приходило. Оборонная стратегия всегда прогрессирована. Потому что при обороне начинается боротьба потенциалов. А у кого потенциал больше у нас, а у России. Наверное, экономичный. Нам нужна наступная стратегия. То есть российскую мову, на самом деле, нужно делать другую украинскую. Российский вариант украинской мовы. Может, она не будет расповсюджена, но нужно сказать все, чтобы эти претензии снимались. Как австралийский вариант английской мовы. То есть сказать, что это другая мова Киевской России, выгадана выкладчиками Киева Могилянской Академии. И это наша мова. А вы там используете нашу мову. У нас вообще очень большой список исторических претензий за то, что вы ее споплюжили там у себя в Северной Руси, замученный. Наша. Мы просто ее не используем, потому что она нам надоела. Но, конечно, она наша. И все. Мы делаем, что делает Москва. Они поставили памятник нашему Владимиру у себя на Красной и Червоной площади. Они понимают, что нужно наступать. Это наш Владимир на их Червоной площади. Вот, если мы так не будем делать, на самом деле война между Россией и Украиной за что идет? За историческую спадщину Киевской Руси. Мы должны наступать, заявлять всему святу, что это мы, спадщины Киевской Руси. Это продолжение государственной традиции за тысячу рублей. Если так будет, если мы забираем это без спадщины, то они кем-то становятся. Улусом Золотое Руди, который не имеет историческую Украину, и начинается в наибольшем случае в 14-м столетии. Если они выиграют это, и они говорят, что мы продолжаем Россию на самом деле, а это какая-то страна полупольская, полувигодная австралийско-угорским генеральным штабом, то мы опьянёмся нацию, которая начала генезу национально в 17-м столетии, очень молодая, очень дурная, невпевная, и всегда была жертвой других, более сильных наций. Это тренд их пропаганды. Тенд нашей пропаганды. Мы, как рабы и евреи, претендуем на не те самые святыни, они на храм Угору, мы на Киево-Печерскую Лавру. И чья она будет, визначить все, на самом деле. Вот за это и идет борьба. А Лавра даже не наша, это Московский Петрограб. Тобто надо вишибать элементы российской пропаганды и впливу на нас в самом ее осердии. Мы этого не делаем. У нас оборонная стратегия, оборонная всегда прогрессная. Оборонная стратегия под тиском всегда изменится. Тобто мы изменим украинскую территорию таким образом, например, пропагандистскую або психичную, вплив наш информационный, до такого хуторянского стиля. Або меня не трогайте. Лесьпа Деревянский, яку вы национальную дию запропонували? Это же поважная людина. А ты бейтесь от нас, он сказал. Это наша национальная украинская идея. А лишь это оборонная стратегия, она всегда прогрессит. Недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали каким-то сельскохозпродуктами и освистали за исполнение на русском языке. Вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то астротизму? Почему такая разница к подходам? Чем вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка болезненный на Украине и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине – это вопрос существования Украины как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей, либо политических, это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит у них какой-то стратегический план, потому что когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава богу, где, ну там, не у нас, это происходит там, ну страшные вещи, я быстро напомню и забудем, это теракты, и всегда есть, ну, как бы, производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну, мы живем в таком мире. Вот, а Потап и Настя, я их прекрасно знаю, люди, как бы, популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Да, ну, они хорошие люди. Но, но могли бы в Тернополе спеть на украинском языке, или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар на английском? Нет, у них нет, но могли бы, могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые, которые, которые приезжают, ну, на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Ну, Кобзон сам Бог велел. Ну, да, и сразу всем приятно, и, естественно, людям это очень нравится, потому что это, ну, это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и, ну, и не поет на местном языке, то он рискует получить вот такие штуки, дивиденды, потому что оно, как бы, надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. Как вы ставитесь, что кругом скасовывают российскую мову? Я всегда говорю то, что думаю, и выражу свою непопулярную точку зрения. Я считаю, что наступление на русский язык ведут враги Украины. И я объясню, почему. У нас есть единая страна. Она называется Украина. В этой единой стране живут разные люди. По возрасту, по вероисповеданию, по профессиям, по пониманию роли тех или иных личностей в истории. Вообще, по пониманию истории. Потому что одни говорят, что коммунисты это было светлое прошлое наше. А другие говорят, что коммунисты это люди, которые расстреливали инакомыслящих. Разные люди населяют нашу страну. И говорят они на разных языках. С дебиль, что на двух. По-украински и по-русски. Есть у меня такая догадка, что русскоязычных людей в Украине больше, чем украиноязычных. Есть у меня такая плохая догадка. Почему погано? Потому что если брать, я объясню сейчас. Если брать Киев, времен моего детства и юности, 80-90% киевлян были русскоязычными и русскоговорящими. Если взять Киев сегодняшних дней, в Киеве больше звучит украинская речь. И это хорошо. Но русской речи больше. Больше звучит по сравнению с 70-80-ми годами сегодня. Но русской речи все равно больше. Я могу себя обмануть, и могу вас обмануть, и могу зрителей обмануть, и сказать, в Киеве только говорят по-украински. Нет, неправда. И если я скажу, что в Киеве больше говорят по-украински, чем по-русски, это тоже будет неправда. Это неправда. И если мы возьмем географически нашу страну, нашу единую страну, то большинство населения Украины говорит по-русски. Хотим мы этого? Не хотим мы этого. Потому что Крым говорит по-русски, Донбасс говорит по-русски, Днепропетровская область, Николаевская, Херсонская, Запорожье и так далее, в основном говорят по-русски. Киев в основном говорит по-русски. Что с этим делать? Зададите вы вопрос. Что с этим делать? Задаю я вам, Дмитрий, вопрос. Отвечаю на вопрос, как сформулировал его для себя я. Украинский язык для моей страны должен быть государственным. И в этом нет никаких для меня сомнений. Украинский язык, который мы все любим, ну, не любить язык может только душевно ущербный человек. Тем более, что украинский язык очень красивый. Мы с этим не можем не согласиться. Украинский язык, безусловно, надо создать ему все условия для того, чтобы он полноценно и полнокровно развивался. И эти условия нужно создавать не поездами дружбы и не насильственными обращениями в веру, в кавычках, а экономическими... А такие приклады у нас были. Давайте, ну, говорим. А экономическими рычагами. Например, рестораны, которые обслуживают граждан по-украински, минус 25% налогов. Значит, я не знаю, что еще, любые заведения, кинотеатры, телеканал, который вещает по-украински, минус 25% налогов. Кинотеатр, где кино идет с украинским переводом, минус 25% налогов. А каково? Неплохо. Вы экономически говорите людям. Хотите говорить по-русски, пожалуйста, но по-украински выгоднее говорить. Выгоднее. Не давите их вот так шею, не сгибаете им, не наклоняете их, а говорите. Вам государство создает условия для функционирования украинского языка... Пряникам. Пряникам на приоритетных условиях. И это правильно. Теперь идем дальше. Почему у нас борются с русским языком? Почему? Я не оговорился. У нас борются с русским языком. Потому что какие-то идиоты решили, что русский язык – это язык Путина. Но для них, может, это и язык Путина. А для меня это язык Достоевского и Толстого, и Чехова, и Булгакова. Это великий язык, величайший язык, один из самых великих языков в мире. Русский язык. И почему с ним государство должно бороться, объясните мне. Что, патриот, который разговаривает по-русски, уже не патриот? А в окопах спрашивали у парней, которые погибали и говорили по-русски, а их большинство, спросите у любого командира в АТО, на каком языке у тебя больше разговаривали? Он скажет, если он не соврет. На русском. А эти парни, они кто? Запроданцы или патриоты Украины, которые сражались с российской навалой и погибали? Поэтому у нас глубоко ущербная языковая политика. Я говорю об этом во всеуслышание. Это мое личное мнение. Я очень люблю украинскую мову. Я пишусь тем, что я достеменно володею украинской мовой. Я могу вышуканно спілкуваться. У меня есть признания из литературы. Такие глыбыни. Но при этом, я протестую против притеснения русского языка. Почему надо закрывать русские школы? Это что, мы с Путиным боремся так? Да мы сами с собой боремся. Мало того, мы людей злобим. Потому что человек, который живет где-то на Донбассе, он говорит, ну я привык с детства разговаривать по-русски. Ну я выучу украинский язык. Ну почему я должен делать это из-под палки? Ну я понимаю, что я должен в суде общаться по-украински, потому что у нас государство Украина. Но почему вы меня заставляете так? Почему вы закрыли русскую школу? Я хочу, чтобы мой ребенок учился по-русски. В чем проблема? В чем проблема? Мы сталкиваем опять с завидным упорством баранов, тупых баранов. Мы сталкиваем людей по языковому принципу. И вот уже люди, которые хотят говорить по-русски, говорят, нас долбят, нас унижают. Может нам пойти в Россию? Мы этого хотим? Что мы хотим? Я хочу единую страну. Я хочу, чтобы мы все любили Украину. Я хочу, чтобы мы жили вместе. Я хочу, чтобы ни у кого не возникало вопросов, а может в России лучше. В России хуже. В России жопа. В России свободы нет. Это самое главное. Да, язык будет, свободы не будет. И тогда тебе не потребуется язык. Он у тебя будет в заднице. Поэтому я считаю, что государство, руководство нашего государства не должно стесняться в этом вопросе. И нужно дать свободу людям. Украинский язык должен быть государственным, единственным. Но в регионах можно смело давать статус русскому языку, статус регионального. Никто от этого не побежит в Россию. Наоборот, проникнуться еще больше любовью к Украине. И чем быстрее это сделают, тем лучше для страны. Хватит разрывать ее на части. Ей больно. В стране моей больно ее рвут на части. Тупые, обдолбанные бараны, большинство из которых состоит на службе у Кремля. И являются агентами Российской Федерации. Я об этом говорю постоянно. Слава Богу, появляются уже люди, которые выходят на телеэкраны и говорят, и этот агент, и тот агент уже хоть называют. Раньше, пять лет назад, я был единственным, кто об этом говорил. Многие смеялись, что он мелет. Он с ума сошел. Какие агенты? А теперь уже становится понятно. Кое-что. Слава Богу. Ну, чтобы поставить крапку в этой теме, напевно, три крапки, выборы 2019 года показали, что есть кандидат П, который декларировал армия Мова Вира, и есть кандидат Зе, который русскомовный молодой юнак, который вырос в Кривом Орозе, говорил все жизнь российское, выступал все жизнь российское, вот у нас из сцены, снимался в русскомовных фильмах, и ему выдали 74% голосов в другом туре. Свою перевагу, напевно... Почему 64? Ну, конечно, и не надо врать самим себе. Давайте начнем с того, что врать не надо самим себе. Вот я себе не вру, например. Я только что знаю, что сейчас многие скажут, вот скотина, вот скотина. Почему? Ну, потому что патриотично рвануть рубаху на груди, и сказать, только украинские. А кто не хочет учить украинский или говорить по-украински, и те агенты Кремля, и те сволочи, и те запроданцы и враги народа. А я так не считаю, а я говорю, как я думаю. Я считаю, что надо дать русскому языку полную свободу в Украине. Чиновники мают говорить украинский? Ну, мают, конечно. Обранные депутаты, президенты, меры, губернатори. Да, конечно, мают. Політики, чиновники. Но когда ты живешь в каком-то месте или селе, и хочешь разговаривать русский, и хочешь, чтобы твои дети ходили в российскую школу, чему треба какие-то перепонки ставить? Ну, чему? В чем проблема? Русский язык, это не язык Путина, повторяю. Мало того, это не язык России. Это язык всего мира. Я не знаю, Лувр, недостояние Франции, достояние всего мира. Маркес, недостояние Колумбии, достояние всего мира. Мир глобализировался. Эти идиоты вообще толкут воду в ступе. Я еще разговариваю украинскую, патриот. А если говорит по-русски, не патриот. А сколько среди тех, кто говорит по-украински, агентов Кремля, кто-то считал? А кто-то считал это? А коррупционеров. А коррупционеров, которые разворовывают армию нашу. Почему идиотизм должен торжествовать, задаю я вопрос, над здравым смыслом? Где логика? Да, если бы мова была запобежником от коррупции, я бы был первый, кто был бы тут в себе в груди, вас в груди, всю съемную группу, чтобы все говорили украинскую. Если бы мова была запобежником коррупции. Слушайте, в 21 веке, в 21 веке говорить о языках, это уже глупость. Глупость. Третий раз скажу глупость. Я за вами абсолютно согласен. Все глобализируется, все перемешивается. Космополитичный свет. Абсолютно. Абсолютно. Ты оказываешься где-то в какой-то... До пандемии ты мог быть сегодня в Снідете в Киеве, на обеде в Відні десь, а на вечер десь в Португалии. Я вам скажу больше. И это навіть не обязательно быть богатой человеком для этого, потому что за деки лоукостам, дешевым авиалініям. Я вам скажу больше. Русский язык – это отличное средство междунационального общения. Потому что если ты владеешь только украинским языком, ты сужаешь свое общение. Сужаешь. Никуда не денешься от этого. Если ты владеешь только эстонским языком, ты сужаешь общение. Хорошо бы владеть еще и английским. Я же не говорю только английским. И хорошо бы владеть русским, потому что на русском языке миллионов триста в мире говорит людей, между прочим. Так вот, потребно украинскую пропагувати и в свете також. Потому что згаданным вами Луврі есть аудиогиды, когда ты вдеваешь наушник, и без гиду идешь, и слушаешь… Василий Владимирович, я вам скажу одну вещь. Опять-таки, это правда. Мы можем пропагувати скільки завгодно. Я просто скажу, я завершу думку, що там немає вибору української мови. Ми можем пропагувати скільки завгодно українською мовою. Це добре, звичайно, що ми її пропагуємо. Але українською мовою світ говорити не буде. Не буде. І не буде розмовляти світ польською мовою чи латвійською мовою. Ну не буде. Чи білоруською мовою. Світ буде розмовляти англійською мовою, китайською мовою, російською мовою, іспанською мовою. Ну а нёмецкая уже потроху Ну и всё Ось вам и свит Глобальный свит Если мы хотим попасть задних в этом мире Если мы хотим быть Такими, знаете Провенційными настроями Ну тогда нам там и место А нужно идти до горы, туда